Ничего, что я курю? Дым не влияет? Тем более, вот там я тоже курю. Как дела? Нормально, а у вас как? Как вас зовут? Татьяна, а вы откуда? Я с Полтавщины. А, все, поняла. Город Полтава, да? Украина. Полтавская область, город Перятин. Поняла, я поняла, поняла. А вы откуда? Ну что, что эти, как они? Земля есть у вас? Только честно. В смысле, земля есть? Пои сельскохозяйственные. Есть. Продавать будете? С каких побуждений? Ну, вчера вы приняли закон, вы имеете право продавать. Продавать будете? Я не хочу материться. Я этот закон не принимал, земля моя, и продавать ее я не собираюсь. Точнее, не моя, а моей бабушке. И продавать ее я не собираюсь. Слушай, а вот представь. Представь. А, ну, давайте. Придут? Вооруженные братки. И сделают бабушке предложение, от которого она не сможет отказаться. Девушка, я сам браток вооруженный. Гипотетически. Приду куда надо и куда не надо. Ну, гипотетически. Ну, а хорошо, на каждый лом есть второй лом, правильно? А если братки будут более вооружены, чем вы? Вряд ли. Я был на востоке нашей страны почти три года. За эти три года я успел вооружиться. И обломаю рога любого братку, если будет надо. Вы где-то в схронте сховали себе какую-нибудь пушечку или что? Ну, пушечек у меня нет, а что-то поменьше у меня хватает. А что? А ну, расскажи. Мне так интересно рассказать. Зачем оно вам надо? Ну, извиняюсь, что? Вы мне лучше расскажите, как у вас Виталий. Ну, как? У вас через неделю будет то же самое, что у нас. В карантин загнали? Нет, нам сотни трупов здесь не надо. А что, у вас тут будет их считать, что ли? Они будут просто показывать статистику. Для того, чтобы, понимаете как? Для того, чтобы узнать, от чего умерли люди, их надо тестировать. Понимаете? По сути, да. Я-то посмотрела. Кто вы по образованию? Медик. А я лаборант химико-бактериологического анализа. Ну, и так вы же понимаете, что такое эпидемия, правильно? Да ее нет здесь. По крайней мере, сейчас ее у нас нет. Ну, вы понимаете, что такое инкубационный перил? Когда к вам зарабичане доехали? Ну, вы понимаете? Понятно. Но, опять же, вот эти маски, то, что они говорят, если есть вирус, если он такой серьезный, то что только людей гибнет, то эти маски, это просто, ну, это пыль. Ну, вы сейчас передаете? Передается как? Так, воздушно-капельным. Для передачи нужна капля, правильно? Даже при разговоре, неважно, нужна капля, правильно? А маска, она все-таки каплю остановит. Ну, смотрите, у нас в городе, в городе, в масках ходит максимум, короче, пятая часть населения. Ну, я понимаю, что их просто негде взять, это другой вопрос. Почему есть? Ну, смотрите, у меня на работе выдают маски, нам, как сотрудникам, выдают респираторы, маски бесплатно. Ну, это потому, что вы связаны, да, с этой, я так понимаю, химико-бактерией. Ну, я работаю в пищевой промышленности, я работаю в государственной заготовительной конторе зерна. Вот. А остальные люди, они же не работают, им же где взять маску? В аптеке. Вот смотрите, пожалуйста, хохма. Чтобы пойти в магазин, надо маска. Чтобы купить маску, надо пойти в аптеку. Чтобы зайти в аптеку, нужна маска. Без маски тебя в аптеку не пустят. Что, не пустят без маски в аптеку? Ну, все равно, это страшно. Не пустят. Я, что, серьезно? Не пустят. Не, у нас пустят. Без маски в аптеку тебя не пустят. Это просто, это хохма просто. Сколько вам лет, девушка? Сколько вам лет? 50? Вы старше от меня аж на 21 год. Ты мог моей быть сыном. Вы от моей мамы на год старше. Моей маме 49 было, вот 10 февраля. Парики. Такая пожилая, да? Маленько пожилая. Да, нормально. Вот такие дела. Ясненько. А показать вам могу только патроны. В квартире сейчас есть только пару патронов. Покажи, патрон. Покажи, давай. Покажи патрон. Зачем они вам надо? Ну, мне интересно. Ну, слушай, мне каждой женщине интересно посмотреть оружие. Где ты там сховал? Патрон. Да. Он боевой. У меня их много. Просто здесь их нет. И вот это вот чего. А вы кого-то убивали? Ну, вот убили кого-то? Да. Да. Сколько человек вы убили? Не важно, сколько, но это было. А за что? Я же вам говорю, я был добровольцем на Донбассе. Ну, я понимаю, да. Ну, вы пошли там убивать кого-то. За что? За свою землю. За целостность и территориальность своей страны. А. Вот так оно. И кого вы там убивали? По сути, по сути, своих же граждан, если так разобраться. Но были и чечены, были, короче, нерусские мрази. Было много всего. Сейчас меня там нет, потому что я дал клятву родственникам, что я туда больше не поеду. Ну, по крайней мере, пока я туда не поеду. Слушайте, а вот скажите, вот вы прошли через убийство, да? У вас изменилось сознание? Как вам сказать? Немного да, немного нет. Ну, вот сейчас при стрессовой ситуации вы схватитесь за оружие, будете стрелять? У меня есть руки, у меня есть ноги. У меня есть зубы. Вы, вот, допустим, чужое мнение, да, какое-то, которое не вам. Ну, я просто сейчас, давайте просто, ну, разговариваем, да, как нормальные люди, без троллинга. Правда, интересно. Вот, допустим, человек прошел, ну, человек уже прошел через убийство. У него, хочешь ты не хочешь, сознание меняется. Потому что ты перешел грань, правильно? То есть, свои проблемы ты будешь решать, ну, вот, цивилизованно, да, там. Суды, там, что-то такое. Ну, как бы, или ты пойдешь вот сразу за пестик возьмешься. Я буду это делать до тех пор, пока это будет возможно. Если же я буду прав, если я буду знать свою правоту, что это именно так. Не хочу об этом говорить, короче. Скажем так, на насилие я пойду в крайнем случае, к насилию я прибегну к крайним случаям. А как вы определяете свою правоту? Вот какие, на какой чаше мер весов вы меряете свою правоту и чужую правоту? Ну, просто если я знаю, например, какая-то ситуация или как, ну, даже думай. Ну, вообще-то, произошла какая-то ситуация. Например, я прав, он не прав. И он валит балкон, доказывает свою правоту. Хотя он знает, что он не прав, но он все равно твердит, доказает, вот, что я прав. Ну, короче, ну, это мы его в баню, проехали лучше. Сколько у вас сейчас времени? Нет, вы знаете, почему мне интересно? У нас часовые пояса одинаковые или у вас позже, больше, раньше, меньше? У меня 10. У вас? Вечера, утра? Вечера? У меня 11. Нет, мне просто, правда, интересно. Знаете, почему мне интересно? Честно вам скажу. Потому что я живу, как бы, рядом с вами, да, Молдавия, ну, граница. И там, в Одесской области, уже было такое. Вот, например, у нас есть такой регион, Приднестровье, да? И уже вводили там военное положение, да, какие-то вот поползывания. Там же русские войска стоят. Или уже не стоят. Подождите, дайте я закончу, ладно? Давайте мы будем просто говорить по очереди. Ну, правда, сейчас мне, правда, интересно. Давайте. Там вводили уже какое-то военное положение. То есть, я так понимаю, что Приднестровье вам стало враг. Правильно? Ничего не могу по этому поводу. Вы считаете их врагом, врагами. Но почему же вы тогда военное положение вводили на границе с Приднестровьем? Я вам ничего по этому поводу сказать не могу. Короче, мне это неизвестно. Скажу вам так, не кривя душой. С Приднестровь или в Приднестровье? С Приднестровьем мы, по-моему, не воюем. А вы, наоборот, воевали за Приднестровье? А, за Приднестровье воевали? Да. Вы какой организации принадлежите? Вы от кого шли добровольцам? От какой организации? Какая разница? У НАУНСО такую организацию знаете? Знаю. Вот они у нас в Приднестровье воевали. Во время войны. Не, я в Приднестровье не... Не, я понятно, что вы воевали, вы молодые. Это в каком году? В 92-м, в 93-м. Я родился в 92-м. Я понимаю, и поэтому вы, скорее всего, эту информацию не знаете. Я просто вам сейчас об этом рассказываю. Вы там воевали. У меня покойный дедушка воевал в дивизии СС Голочино. У меня покойный дедушка воевал в румынской армии. Вместе с, скажем так, с немецкими войсками. То есть, это ни о чем не говорит вообще. То, что вы... Это информация лишняя моя и ваша. Я не был. Я сейчас говорю о более близких событиях. Именно в Приднестровье ваше УНАУНСО воевало на стороне Приднестровья против молдавских войск. Вы об этом знаете? Нет, не знал. Вот я вам сейчас сообщаю об этом. И действительно воевала. Их там было много. Я сама лично их видела. Вот это даже, знаете, не то, что там в интернете я вычитала. Нет, я глубоко погружена в эту проблему, скажем так. И меня сейчас это очень, знаете, удивило. И вот как? Они туда шли защищать своих украинцев. Там украинцы действительно в Приднестровье живут. Украинцы когда-то это было. Украины в Приднестровье. И вот ваши туда пришли помогать приднестровцам, защищать их от молдаван. Произошло все то же самое, что у вас с Донбассом. То же самое, понимаете? Вот точно такой же конфликт был военный. Точно так же молдаване шли, добровольцы, националисты наши молдавские, шли убивать приднестровцев, чтобы сохранить целостность. А вы с той стороны Приднестровья воевали с молдаванами. Понимаете, о чем я говорю? Параллели, да? Чувствуете? А сейчас вы... Я думаю, что вы принадлежите точно к этой же организации. Просто она распалась. Там правый сектор, шмавый сектор, неважно. Это все одни националисты, да? Ну вот это у Наунсо тогда была одна. Ну они начинали тогда вот одной этой организацией. А сейчас вы идете на Донбасс за целостность, понимаете? Воевать. То есть вы сейчас поменялись местами. Вы сейчас просто... Вот если вы раньше защищали тех людей в Приднестровье, на которых там нападали, то сейчас вы нападаете. Понимаете? Вот как? За 30 лет у вас полностью поменялась в голове какая-то фишка, идеология, понимаете? Вот это мне удивительно. Когда... Что с вами произошло за эти 20 лет? Что произошло с вашими вот националистами, скажем так? Я не могу вам ответить на этот вопрос. Вы попробуйте. У меня просто нет ответа. Вы попробуйте. Попробуйте просто подумать. Кто за что воюет? Какие смыслы? Кто и за что воюет? Кто за свою землю? Кто же чужую? Знаете, я недавно разговаривала с одним человеком из Донецка. Он мне, знаешь, что сказал? Мы, говорит, не от Украины ушли. Мы, говорит, ушли от этого МВФ, который их грабит. Мы, говорит, не хотим, чтобы нас грабили. И таки да. И они таки ушли. Они уже к вам вряд ли вернутся. Так же, как к нам не вернулось никто в Приднестровье, в Молдавию. Понимаете? Мы вернем Донбасс, мы вернем Крым. И уже Донецк, и уже Донецк ничего не должен. А вы, вот лично вы, должны 2200 МВФ. Вот лично вы, с вашего носа, с ваших детей, нерожденных, рожденных, с ваших родителей. Вот вся ваша семья, сколько вас в семье, посчитайте, 2200. Вы должны уже этой организации, Международному валютному фонду. Вы уже это должны. И вы будете это отрабатывать. Вы всю жизнь будете это отрабатывать. У вас будут повышать коммуналку. Понимаете? С детей будут социалку срезать, детские сады недофинансировать, школы недофинансировать с детей. Со стариков будут пенсии срезать, коммуналку повышать. С вас налоги будут снимать. Вот таким вот образом. С вас эти деньги... Так, вы мне какой жуть иногда, да я иду курить. Да давайте я тоже курю. Да это не жуть, это нужно просто об этом думать, вы поймите. Об этом нужно думать. Прежде чем брать оружие и тупо стрелять в своих сограждан, надо просто понять их смысл, за что они там встали. Что они не хотели? Они что, Украины не хотели? Они украинцы, там украинцы живут. Моё мнение со стороны. Я смотрю со стороны. Я вас услышу. Приятного вам вечера. Я пошёл дальше. Понимаю. Я понимаю, что неудобно. Я понимаю, что это им слышать неудобно и не хочется. А будут сволочи слушать. Я им это буду всё время говорить. Он сейчас сам не понял, за что он воевал, понимаешь? Он пошёл защищать целостность. Я не могу, я разнервничалась. Думаете, мне нелегко эти диалоги даются, честно. Особенно, когда я понимаю, что у него руки в крови, а я должна спокойно с ним разговаривать. Хотя мне хочется подойти и оторвать ему бошку. Ну вот. Сейчас успокоюсь. Я перед тем, как захотеть чать-рулетку, сейчас завариваю, причём у меня есть такой успокоительный сбор. Пью, пью. Вот за что эта скотина воевала, а? Вот за что? Он сам не знает, за что он воевал. Блюдок. Ладно, всё пойдём дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!